Добрый день, дорогие ребята! С вами снова, как обычно, Михаил Игуренков. Рад приветствовать вас на этом канале. В общем, так, для тех, кто только-только подключился, поясню. Я даю прогнозы. Даю прогнозы платные, даю прогнозы бесплатные. Если турнир номерной, я стараюсь уделить ему чуть больше времени, внимания, чуть больше контента, потому что, ну, как говорится, публика требует. И уж тем более это касается тех турниров, где за чемпионские поединки бьются наши ребята, российские спортсмены, российские бойцы. Так что я на предстоящий турнир UFC в бесплатку разобрал не один поединок, а целых три. Сразу, предварительно. При этом я сразу отметил, что помимо классических вариантов P1, P2 и Total, я также рассмотрю ставки на статистику. Тейкдауны, удары, там все остальное. И это будет сделано после процедуры официального взвешивания, соответственно, которая уже прошла. Плюс между предварительным подкастом и итоговым, который сейчас я записываю, был еще подкаст с ответами на вопросы. Где я, в общем-то, на какие-то аргументы, несогласие или согласие дал дополнительные какие-то свои мысли. Так что сейчас итоговые уже метки, что забирать, как забирать, в каких пропорциях, что интересно и так далее, по моему мнению. И также я хочу отметить, что предстоящий турнир пройдет в очень удобное для российского зрителя время. Поэтому мы, естественно, как всегда и на любом турнире UFC будем в чате, в телеграме, ссылка в описании под видео. Там же в телеге голосовой чат для тех, кто желает не только писать, но и послушать, и поговорить. Так что присоединяйтесь, залетайте во время трансляции. В том числе я постараюсь что-нибудь интересное еще и в лайве бесплатку придумать. Так что давайте переходим к итоговым каким-то ставкам, меткам. Ну и я напоминаю, что разбирал я три главных поединка этого турнира. Первым идет у нас, соответственно, поединок Петрояна против Шону Амейли. И я, в общем-то, здесь опять-таки по дефолту вижу победу Петрояна. Он для меня вполне себе фаворит. И также в этом поединке вижу ТМ. Мои вот эти мысли, они столкнулись с некой стеной непонимания от определенного числа зрителей. Они, в частности, там заявляли, что, да, Петр Ян сливает первый раунд, как обычно. Да, здесь вот минусовая фора, которую ты в том числе озвучивал, она вообще не по делу. Шона Амейли не только, она может, в принципе, раунд подзабрать, а может и поединок выиграть и так далее. Я объяснил в промежуточном подкасте, что все вот эти, грубо говоря, сомнения в Петрояне, они обусловлены, во-первых, тем, что он в последних поединках сталкивался действительно с топовой оппозицией. И это были пятираундовые поединки. Здесь надо понимать, что Шон Амейли, он далеко не такого уровня, как Ори Санхаген и Алджемен Стерлинг. Это не пятираундовый поединок, а трехраундовый. То есть Петру Яну не придется уже там какие-то разведки устраивать или специально дать оппоненту выработаться в первом раунде, дабы потом иметь преимущество во второй половине боя. То есть здесь очень много отличий от его последних противостояний. И самый главный плюс, все ребята, в кавычках все, вернее, по крайней мере, все писавшие подобное, они почему-то здесь оценивали этот бой исключительно как противостояние двух ударников. Я же предполагаю, что Петр Янг конкретно в этом поединке будет в том числе использовать и борьбу, тейки, контроль, а возможно и на земле и вообще удосрочили. В частности, один из подписчиков потом в чате в Телеграме отмечал, что там что-то то ли на открытой тренировке, то ли на разминке, то ли где-то еще. Петр Ян, скажем так, тренировал вот именно там защиты, проходы и все остальное. Так что я бы этого фактора вообще не исключал. Поэтому, если забирать, то забирать вот именно в комплексе, как я, в общем-то, и рекомендовал заранее, я вижу как бы в этом абсолютно полный смысл. То есть, под большую сумму, под большую сумму я рекомендую забирать ставку с форой минус 3,5 на Петра Яна. То есть, это фора на очки. Если Петр Ян победит со счетом 29,28, допустим, на всех трех карточках, эта ставка не зайдет. Потому что у каждого суди, соответственно, будет 29 минус 28, 1 балл. То есть, разница будет в 3 балла, а нужно больше. То есть, чтобы эта ставка зашла, счет должен быть минимальный для Петра Яна 29,28, 29,28. И, например, третий судья 30,27. Вот тогда, конечно, залетает. Но здесь расчет на что идет? Вы скажете, Миша, Мишань, какие решения? Ты же тут про досрочки нам лечил. Если бой заканчивается досрочно, то ставка на фору возвращается. То есть, ее рассчитывают возвратом. Поэтому имеет смысл побольше поставить на фору минусовую. Допустим, там условно, вот прям совсем на пальцах. Косарик ставите на фору минусовую. 500 рублей ставите, на полный бой нет. В данном случае можно на полный бой нет поставить свой стандартный флет. А на фору два флета. Конечно, если Шон Эмейли победит решением. Если Петр Ян победит, но не уверен, это, конечно, все пойдет по пизде. И полный бой нет, и фора, конечно. Но в моем понимании, как я вижу этот поединок, он вообще закончится досрочно. И в данном случае сыграет ставка на полный бой нет за коэффициент 2.2, если по фонбету. А фора будет рассчитана с возвратом. И если вдруг даже бой каким-то образом идет до решения, это будет ебка односторонняя от Петра Яна. И значит ставка на фору минусовую, она перекроет, соответственно, да, ту ставку, которая не зайдет на неполный бой. И вы все равно останетесь в плюсе. В любом случае мы привыкли психологически на громкие поединки, на значимый турнир выделять чуть больше, чем обычно. И я думаю, что это как раз-таки тот самый случай, когда можно вот таким образом рискнуть. То есть, ну опять же, можно посмотреть, что Бет Сити предлагает на фору то же самое. Полный бой нет 2.2. Ну и буквально заглянем в марафон, на всякий случай посмотреть, что у нас тут на ТМ-ку предлагают. 2.5 меньше предлагает марафон за коэффициент 2.31. Вот, соответственно, можно еще даже чуть более выгодно найти коэффициент на неполный бой. В ваших БК, где вы ставите, может быть еще больше где-то найдете, я использую 3 БКшки. Фонбет, Бет Сити, марафон. Вот, на марафоне забираем полный бой нет за 2.31. Ну и, соответственно, либо на фонбете, где вам удобно, либо там на Бет Сити, забираете фору минус 3.5 на Петра Яна. В тех самых пропорциях. То есть, на фору вы ставите в 2 раза больше, чем вы ставите на неполный бой. Если вам вот эти супер классные идеи кажутся излишними, вы хотите просто один хороший ординар, просто заберите полный бой нет. Я лишь говорю, как я сделал. А я заберу и фору, и полный бой нет. Так, по Петру Яну, соответственно, раскидались. Основной момент, еще раз напоминаю. Во-первых, Петр Ян классом, боец намного выше, чем Шона Мэйли. Шона Мэйли далеко не так хорош, как те последние панеты, с кем дрался Петр Ян. И самое главное, опять же, что упускают скептики в сторону Петра Яна, что они абсолютно почему-то не рассматривают возможность борьбы в этом поединке. Если она будет, а я думаю, она будет, Шона Мэйли пизда. Вот. Либо он просто в нокаут нахуй уйдет, или нога у него очередной раз сломается, что-нибудь случится. По ЛДЖ Мэйн Стеллингу ТиДжея Дюла Шоу. Есть, были некоторые комментарии, короче, да, с непониманием того, почему, соответственно, я там здесь вот предлагаю ЛДЖ Мэйна Стеллинга, почему я предлагаю полный бой, нет. Смотрите, какая ситуация. Почему-то люди, конкретно в этом случае, они, сравнивая ТиДжея Дюла Шоу и ЛДЖ Мэйна Стеллинга, опираются на послужной список ТиДжея Дюла Шоу. Там, что его никто никогда не сабал, что его трудно перевести, там, и все остальное. И захватывают те этапы его карьеры, которые были достаточно давно. И дело здесь даже не во времени, а дело в том, что после достаточно длительного, успешного, скажем так, периода в своей карьере, ТиДжея Дюла Шоу попытался себя, знаете, ушатать с гонкой в 57. Как бы, да, это для него, как бы, закончилось нокаутом, плюс проваленным допинг-контролем, достаточно долгой дисквалификацией. В следующем поединке после, там, провала допинга, дисквала, он выглядел как дерьмо в пятираундовом бою с Корисонхагеном. Ему, условно, там, да, очень сильно повезло выиграть этот бой раздельным решением. И в этом бою он еще и получил травму, из-за которой вынужден был долгое время залечиваться. И вот после этого всего, в принципе, как бы, да, его былые заслуги, они нихуя не значат. А во-вторых, как бы, время тикает, боец становится возрастным, и я думаю, что проблемы старые, они никуда не делись. И плюс еще добавились новые. Поэтому победу ТиДжея Дилла Шоу, в принципе, не рассматриваю. Вот, потому что он, если и по кардио тут сдохнет, то для него все будет очень плохо. А я думаю, что он сдохнет. Почему многие там спрашивают, типа, как Элджемейна Стерлинга будет финишировать и так далее. Последние бои Элджемейна Стерлинга, они были против Петра Яна, который как раз-таки на фоне любых оппонентов в своем дивизионе будет выгодно смотреться во второй половине боя. И Элджемейну Стерлингу, как бы, ну, плоховасто было, скажем, знаете, да, с Петром Яном в четвертом-пятых раундах. Это было и в первом поединке, который, как бы, не зашел в пятом, но тем не менее, да, мы видели, что было в четвертом, да, даже в третьем. И во втором поединке мы это видели. Здесь же Элджемейн Стерлинг, как бы, будет делать с Ти Джейом Дилашоу, как мне кажется, особенно во второй половине боя, все что угодно. И если захочет, и переведет, и будет нагружать, и будет там бить, все что угодно. Вот. Но если вдруг гипотетически представить, что Ти Джей Дилашоу действительно покажет пик своих возможностей с того самого былого Ти Джей Дилашоу, ну, в теории фантастика же может быть, то тогда Элджемейну Стерлингу пизда. Причем пизда достаточно жесткая и досрочная тоже. Так что здесь в Ти М укладывается даже вот этот самый фантастический сценарий того, что Ти Джей Дилашоу воспрянет, там, да, Аки Феникс и действительно покажет нам того самого Ти Джея. Вот. Поэтому я однозначно здесь ставлю на Ти М, 5-раундовая дистанция для Ти Джей Дилашоу, в моем понимании, это слишком. Особенно против такого оппонента, как Элджемейн Стерлинг. Надо понимать еще такую суть, что Кори Санхаген против Ти Джей Дилашоу в определенный момент встал реально в очень сильно энергосберегающий режим. Плюс он как бы все-таки не про борьбу, да. Думая, что он ведет этот бой. И он как раз-таки опасался тейкдаунов и борьбы Ти Джей Дилашоу. Здесь стилистически совершенно другое противостояние. И я не думаю, что если Ти Джей Дилашоу окажется на земле под Ти Джей Дилашоу, что он оттуда как бы выберется сам или сможет дожить до гонга. Вот примерно как-то так. То есть условно, да, Петро Яна тоже особо никто никогда не валял, да, в последних особенно боях. Особенно в первом поединке в стерлинге против Петро Яна. Но тем не менее стерлинг смог его, например, перевести и контролировать большую часть второго раунда, большую часть третьего раунда. И даже несмотря на это, Петр Ян был достаточно свеж и бодр в четвертых и пятых раундах, чтобы их забрать. Если Ти Джей Дилашоу вдруг допустит ошибку и окажется под стерлингом и даже сможет там жить, допустим, пятиминутку, вторую или третью или первую, то, увы, для него это будет, но обернется достаточно серьезными последствиями в плане кардио и всего остального. Поэтому я здесь поставлю на полный бой нет. И я думаю, что здесь шансы досрочку есть в обе стороны. Но процентов, конечно, на 90 в сторону Алджимина Стерлинга. Ну и опять-таки, если вас устраивает такой коэффициент, вы можете, соответственно, забрать просто победу Алджимина Стерлинга за 1.6. Но я все-таки думаю, что Ти Джей Дилашоу может составить некоторые проблемы стерлингу в первых-вторых раундах. Поэтому при матчах эта ставка не очень сильно выгодна. Я думаю, что можно будет ставку на стерлинга взять в лайве, если потребуется. Коэффициент в определенные периоды может вырасти и стать более привлекательным. Поэтому здесь, то есть если по Петру Яну вам рекомендуют две ставки, которые нужно забирать именно до начала поединка, то здесь ТМ-ку приматчим, а стерлинга, соответственно, уже по ходу поединка лучше. Ну, мне так кажется. Ну и, в общем-то, сейчас по мейн-ивенту кратко, да, и перейдем к статистике. По Чарльзу Оливерию и Исламу Махачеву. Ну, здесь все очевидно. То есть я как бы на пальцах объяснял, что Чарльз Оливера очень волнойная ставка, если мы рассматриваем их в дефолтной форме. На вешалке мы посмотрели и увидели реально дефолтную форму. То есть Оливера просто вышел охуенчиком. То есть, понимаете, я как бы когда смотрю на процедуру официального завешивания, я же смотрю не только на тот момент, когда человек встал на весы, а весь процесс, как он идет к весам. Там, да, вот эти движения, он наклонился, разделся, там, встал, посмотрел. Хочет ли он сразу съебаться с весов, там, типа, дайте мне попить. Или готов постоять, там, да, перед, ну, чтобы его сфотографировали. То есть, как он двигается и так далее. И в этом плане Чарльз Оливера не вызывает вообще никаких опасений. То есть, все заебись, все охуенно. Выглядит, блядь, огурчиком. Ну, просто отлично. По-моему, Исламу Махачеву тоже, с одной стороны, кажется, что все хорошо, но чуть-чуть ему все-таки было плоховато. Видно было, что, ну, по крайней мере, вот так визуально мне показалось, что, как бы, ну, есть, видно, что с гонкой ему все-таки дается, как бы, не так легко. По крайней мере, визуально, вот так вот на сравнении. Плюс еще новость была, ребята в чат кидали, что, типа, Волкановского попросили все-таки уложиться в лимит на взвешивание, потому что там были опасения на тему того, что кто-то из ребят в этой паре может веста и не сделать. Были проблемы со сгонкой. И я предполагаю, что даже если это и правда, что не факт, то если у кого-то и могли быть эти проблемы, то, скорее всего, все-таки у Ислама Махачева. Мне так кажется. Так что здесь, опять же, если кто-то там уповает на преимущество, например, в кардио Ислама Махачева и прочего, ну, я бы так и так бы на его, в принципе, не рассчитывал на это преимущество. А при таких вот подковерных, скажем так, интригах и прочем, ну, дополнительные сомнения появляются еще к тому же. Поэтому здесь в любом случае ставка на Чарльза Оливейру имеет место быть. Это реально очень хорошая ставка. Стилистически, как бы, я не вижу вот это вот от того, что Оливейра пиздец как у домен Ислама Махачева. Я не понимаю. Вот эти аргументы Ислама Махачева сильнее физически, но мы, по-моему, поржали уже все вместе над этим всем. Кто так решил? Почему так решили, блядь? Опять же, каждый видит то, что хочет увидеть. Я, например, комментарии там читал после взвешалки. Там люди пишут, ебать, Оливейра здоровый, ебать, он заряженный. Пацаны, ну, как бы, фантазировать тоже не надо, как бы, да? Поэтому здесь, вот, например, на Бет-Сити предлагают Чарльза Оливейра за 3-1. Валуй ли это? Да безусловно. Причем я уверен, что, как бы, скорее всего, даже если, например, вы поставите на Чарльза Оливейру и во время боя будете ссыковать, то поединок, в принципе, будет идти так, что на Чарльза Оливейру по бою коэффициент будет падать. И можно будет, как минимум, продать по кэш-ауту. Для тех, у кого прям совсем жмет прям в одном месте, да, очко сжимается крепко, да, и не хочется, как бы, да, там, терпеть. Вот, собственно, можете рассмотреть этот вариант. Соответственно, да, что ставка на андердога в данном случае, она выгодна еще тем, что ее можно будет продать по кэш-ауту. Вот. Ну, и, в общем-то, конечно же, когда рассматриваешь какие-то поединки в теории, там, Слава Махачева, ну, вернее, Чарльза Оливейра даже больше, то всегда смотришь в сторону ТМ-ки, что там предлагают на эти варианты. Так, 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 сейчас 5 секунд. Тут, 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 где-то раунд 3 начнется, нет. Раунд 3 начнется, нет. 1.8 предлагает Бет-Си-Ти. Чарльза Оливейра ТМ-2.5, 1.82. Это то же самое по факту расчета. Тоже раунд 3 начнется, нет. И ТМ-1.5, марафон предлагает 1.95. Ну, короче, ситуация какая? Я не вижу того, как Ислам Махачев победит Чарльза Оливейру быстро в первом раунде. Этого я не вижу. Скорее всего, он все-таки попытается как-то затянуть ход боя. Не обострять на той дистанции, где Чарльза Оливейра максимально опасен. И по факту, ставя на ТМ именно, да, там 1 раунд, 2 раунда, вы по большому счету дублируете ставку на победу Чарльза Оливейры, но с гораздо меньшим коэффициентом. Потому что быстрая досрочка все-таки здесь смотрится от Чарльза Оливейра. Поэтому я при матчах заберу только Чарльза Оливейру. А ТМ-ку буду добирать после первого раунда, если реально увижу, как бы, да, что вот они есть предпосылки, они сейчас закончат во втором-третьем, там, и так далее. Понимаете, да, в чем суть? Все-таки от при матч ТМ-ки я здесь отказываюсь, потому что, ну, я объяснил логику. Гораздо выгоднее в данном случае поставить на Чарльза Оливейру, потому что его победа, она как раз-таки и смотрится. Быстрой победой. А даже те топилы за Ислава Махачева, которые, соответственно, за него топят, и пытаются объективно найти причину его победы, они все-таки считают, что эта победа, если и будет у Дени, типа, раунд 4-5, он его там залежит и так далее. Поэтому не вижу здесь смысла забирать ТМ-ку. Гораздо проще в этом плане забрать тогда просто победу Чарльза Оливейру, ТМ-ку потом забрать в Лайве, опять же, за более выгодный коэффициент, более длинную дистанцию. Вот так я это вижу. Ну и давайте перейдем к статистике, что у нас там предлагают, например, БК Фанбет. Нокдауны в поединке Петра Яна Шона Омейли. Вообще не уверен, что они будут, если честно. Прям не уверен. Вот. Если, опять же, Петр Ян к тому же будет налегать на борьбу, то, скорее всего, не будет вообще, поэтому опасно. По нокдауну Альджимена Стеллинга и Ти Джея Дила Шоу. Абсолютно та же самая история. Как таковых предпосылок к нокдаунам я, если честно, не вижу. Но тут реально можно было бы угореть. Реально можно было бы угореть. И поставить на нокдауну победу Альджимена Стеллинга за коэффициент 9 копейку. Чисто в надежде, что Ти Джея Дила Шоу старый пропустит какую-нибудь плюшку, как-то присядет на жопу и так далее. То есть это было бы прикольно. За девяточку прям интересно. Но все равно хуйня. Нокдауны Чарза Ливейра, Ислам Махачев. Ну, опять же, забирать Ислама Махачева нокдаун в теории можно попробовать. Потому что, типа, там Чарза Ливейра всех падает. Ну, нет. Здесь слишком низкие какие-то коэффициенты. Я не знаю. Тогда уж проще там Ислама Махачева досовую еще что-нибудь рассмотреть. Короче, здесь в нокдаунах я прям на Чарза Ливейра и Ислама Махачева, если честно, не вижу прям чего-то прям такого хорошего. Допустим, на Чарза Ливейра нокдаун в первом раунде за коэффициент 12 тоже можно было бы рискнуть, угореть, если вдруг там как-то что-то бы прошло бы. Возможно, да, действительно было бы интересно. Вот. Другой расклад получается по тейкдаунам поединки Петрояна, Шона О'Майли. Вот здесь реально, да, тотал больше 0.5 за весь бой предлагают за коэффициент 2.07. Вот это хорошая ставка, еще раз повторяю, потому что я считаю, что от Петрояна тейки будут. Как минимум какие-то обозначающие. Как минимум там в конце раунда, чтобы там точечку в раунде поставить, что-нибудь такое. Поэтому, ну, я не вижу смысла не забрать эту ставку. Она прям мне кажется очень интересной, очень валуйной. Ну, особо сильно прям, знаете, говорить, а, ребята, налетайте, забирайте все, особо смысла не вижу, потому что здесь максимум 9.300. Я поэтому, как бы, и, как бы, такие варианты рассматриваю, как совсем побочные, потому что, ну, очень низкие максимумы. На толпу такие метки, как бы, не выкинешь. Очень быстро просаживаются коэффициенты. Но ставка на ТБ по тейкам, она смотрится очень хорошо. Вот, очень хорошо. Единственное, что она не смотрится так хорошо, например, как фора, потому что на фору будет возврат в случае, там, да, досрочки. Здесь, как бы, ну, страховки никакой нет, но, условно, там, забрать ее, там, на посмотреть вполне себе, почему нет. Очень хорошая ставка, если вы статистике уделяете внимание, ТБ по тейкам за 2.07 в аловине, как по мне, штука. А, нет, это первый раунд. Господи, что я туплю-то ебать, пацаны. Сорян, 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 сорян. Сорян. Да, в принципе, на самом деле, можно даже и в первом раунде тейк забрать. Да, пусть будет. Под небольшую сумму можно, под копейку забрать, все. По Алджемейну Стерлингу и ТД Дилашоу. По Алджемейну Стерлингу и ТД Дилашоу. Интересно, конечно, интересно. Я бы, знаете, что бы здесь забрал? В поединке Алджемейна Стерлинга и ТД Дилашоу. Я забрал бы ТМ, наверное, по тейкдаунам 3.5, потому что, как бы, если Алджемейн Стерлинг переводит, то он все-таки умеет в достаточно хороший контроль и, условно, там тейк провелся, до конца раунда долежали. Ну, как это было в поединке с Петром Яном, условно. Поэтому, грубо говоря, если реально этот бой будет про борьбу, то там трех тейков за глаза хватит, чтобы он закончился. Вот так, для понимания. Так, Алджемейн Стерлинг. Да, я ничего попутал, просто обычно вот в линии. Как бы весь бой, потом первый раунд, весь бой, первый раунд. Вот почему-то первый раунд, а потом весь бой. Хуйня какая-то. Текдаун Чарльз Оливейер, Ислам Махачев. Ислам Махачев, Чарльз Оливейер. Ну, здесь, как бы, ситуация такая. Ситуация очень похожая, соответственно, с поединком Алджемейна Стерлинга и Тиджей Дилошоу. То есть, здесь, вроде бы, как про борьбу, вроде бы, как залежит. Но, как по мне, как по мне, как бы, да. Если, например, Чарльз Оливейер запулит гард, это не тейкдаун. Понимаете, да? Если, грубо говоря, в нокдаун человек отправил, накрыл, это не тейкдаун. То есть, тейкдаун – это чисто, действительно, техническое действие. Там, подсечка, перевод, ну, проход в две ноги и так далее с последующим контролем. И в данном случае, как бы, я считаю, что с учетом стиля бойцов, с учетом того, что поединок может быстро закончиться и так далее, даже если будет пытаться бороться Ислам Махачев, там, или пытаться, там, Чарльз Оливейер что-то сделать, они в два тейкдауна, по идее, должны уложиться. И поэтому тоже, как бы, ТМ 2,5 имеет смысл заиграть за 2,6. Вот, то есть, вот эти три ставки с коэффициентами выше двушки, все три, они мне нравятся. Это тотал по тейкдауну 0,5 больше в первом раунде в поединке Петра Яна Шона Мейли, ТМ тейкдауна в поединке Стерлинга Тиджер Диалшоу, ТМ 3,5 за 2,2, и тейкдауны в поединке Чарльз Оливейер Ислама Махачева, тотал меньше 2,5 за 2,6. Вот, под небольшие суммы можно раскидаться, условно, там, ну, не под полфлетика, а там так. Ну, короче, в общем, вот, имеет смысл под копейку зарядиться туда-сюда. А на этом все, еще раз напоминаю, что во время трансляции мы в прямом эфире общаемся в чате, общаемся в голосовом чате, и буду рад всех адекватных ребят увидеть в телеге. Всем пока!